здесь что мы видим это 94 год рига у него толком не было идеи что же делать с правилами и вот вы можете посмотреть что я сначала так просто решил соперника заманить в ловушку я начал от него отступать 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 и в какой-то момент у меня уже накинулся как какой-то зверь такой просто насел на меня я просто-напросто пролез в ноги провел бросок и вот что получилось что я как-то так его обижал у меня любимое было движение это удушающие такая гильотина так называемый удушающий спереди вот и я захватил и его шею и основной просто сделал такой перекат как бы знаете такой бросок который по-английски называется rolls но просто птен ролл по-русски он бросок через голову можно назвать его вот и средний вес звали его артур мы довольно таки долго скакая друг против друга по моему минут шесть он боялся ко мне подходить потому что видел что любой мой захватка кончится плачевно то есть он может попасть или не попасть а для меня если я схватился сломать или не сломать такого просто нет то есть уже все если прикоснулся тоже болевой прием значит ну сто процентов то есть этому объяснил тренер и поэтому они решили делать будет намного так экономично и безопасно скажем так то есть он не делает движение насчет меня он пытается вы выменить меня ность на себя это естественно понял и старался так аккуратненько как-то к нему подойти вот и в то время я еще не пробовал такое движение как вот я потом пробовал на сорвание папу с одним поединком на алтин фарень прыжок ногами как бы вперед это потом я уже начну учился ногами работать как руками я мог он как обезьяна то есть прыгнуть ногами вперед любому боксеру и стащить его в партер а в партере как я уже был король вот здесь в какой-то момент я решил просто морально сломить артура я просто спокойно уверенно стоял на него смотрел и потом показал какой-то удар слева он среагировал а я вправо прошел к нему ноги сделал перекат и тренер его было естественно уверен что я сломаю руку и быстро выпал его выбросил полотенце я жутко тогда расстроился потому что на вами больше опыта какого-то и вот мы значит вышли на максим кузин он всегда любил немножко прессоваться лев по знаку зодиака он так красиво вышел он до этого играл два боя нокаутами не ошибаюсь по моему с ноги то есть его зрители поддерживали у меня ведь как получилось то есть первый бой я выиграл тяжеловеса местного парня второй бой с артуром боксером я шесть минут пробоксировал продвигался так сказать как-то мои заканчивали мои бои и заканчивались как-то немножко нестандартно непривычно в то время все насмотрелись кассет с ван дамом то есть все думали что бои должны завершаться каким-то ударами ног должны быть какие-то прыжки скачки и прочее то есть это такая техника питбуля затаскивание партер было очень непривычно в то время люди этого не понимали как снимался любительской камерой то есть дрожали руки в том числе у всех и у нас и оператора но вот тем наверно это кассета интересно что здесь собрано все то 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 чего не выпущено вот так вот бой начался мы делаем какие-то такие шлунги какие-то такие обманные движения чтобы растащить товар до друга максим делает свои любимые удары с разворота над ногами ноги не хорошо стояли хорошо двигались у нас то время был и в боксе подкован занимался с боксерами и партер общем-то он начал открывать для себя так где-то два года назад то есть уже был во всех движениях подкован а я хотел в общем-то затащить его в партер как бы малой крови вот я затащил и он вдруг обнаглел он так решила что он мне может сделать болевой на ногу то есть для меня просто от наглости у меня сперло в горле дум как-то так ты можешь поверить чтобы что мне можно сделать болевой на ногу ну и я так подожди подожди так перелез быстренько захват освободил и тихо медленно как такой паук с мухой цокотухой я мы залез на грудь то есть ему же сейчас тяжело дышать данный момент сейчас я села свой любимый захват и когда у меня и ноги и все то есть держит плечи его когда я сижу на его груди на солнечном сплетении ему просто нечем дышать то есть он сдался как вы видите до того как я ему сделал болевую на руку то следующее движение должно было было быть болевым на руку но не дошло до этого у меня практически все сдаются когда я сажусь на на грудь и тут все вот так вот ты весь скован ну по-любому то есть он провел красивые бои я выиграл и вот зрители аплодируют все довольны все довольны нам дали подарки и тут я в данный момент шепчу моему нашему наставнику кто с нами поехал образовать 94 год этим покажу что не только удары можно делать а можно еще делать броски болевые приемы я просто попросил их взять каких-то двух ребят ушуистов из местной школы которые не боятся и вдвоем как-то на меня по нападать то есть я сказал меня не жалеть делайте все что хотите они немножко были скованными какой-то авторитет какая-то какой-то ужас глазах наверное того что ну парень то выиграл и вот они так и немножко волнуясь на меня нападают так как-то неуклюже немножко а я пытаюсь их разозлить чтобы они хоть куда-то что-то начали делать но и хотел дождаться каких-то красивых движений но не получается то есть в принципе на каждое движение могут запрысти прием и в данном случае то есть какие-то болевые приемы провожу то есть болевой на ногу парни вида же штаны упали вот значит но ребята стали заводиться ему интересно все таки меня как-то пнуть там зрители их поддерживать это их земля и уже стало смотреться гораздо все и все интереснее отхожу и делаю такие видео подсвечка была на шаг то есть он делает шаг вперед и якобы подсекая его ногу парирую удары на ногами так аккуратненько но здесь ведь он боющий она иногда очень важно перемещение то есть за счет только перемещения ты можешь поставить соперника в такое положение что ему просто делать нечего видите он не падает здесь понимая что все я могу сделать с ним что хочу а мне важно их разодорить я хочу чтобы это было действительно интересно чтобы зрителям смотрелось я поднимаю злю так все парни заблестели глаза он уже начинает атаковать уже с какой-то вот злостью но останавливается я естественно прохожу вы просто так показываю такой контроль в партере все там правой ногой правой коленка данном случае сделаем болевой прием такого не видно на руку вот и зафиксировала мыши и все остальное в общем мне вдруг это жутко показалось скучным и я уже подумал что вот видите как здесь легко очень я вас тащил в партер у меня лег сразу на животом сделал болевой на ногу с этого угла очень хорошо видно чуть-чуть подналёг лишнего там него коленка чуть-чуть щелкнула я поэтому похлопал ему сейчас мы вдвоем вдвоем они нападают тут уже чуть-чуть поинтереснее то есть видно как с партера можно делать ножницы как можно контролировать соперника в партере ногами и уже такая была такая более-менее интересная такая возня вот здесь многие вещи вы не видите потому что я за счет игры позиции то есть где-то там какой-то удар и раз корпус поставил удар уже пролетел мимо и я уже им владею здесь так получилось мне к счастью второй парень на меня набросился и 1